Это информационная программа «День города» в студии Максим Васильев. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Точка кипения. О рязанских дорогах власть и общественность будут говорить в режиме диалога. По следам маньяка. Молодые люди задержали напавшего на женщину и теперь гадают, тот ли это или не тот. Резонанс за Варзина. Организатор и киллер рязанского предпринимателя предстанут перед судом. Качественные дороги – извечная тема номер один для всех регионов. Рязань в этом смысле не исключение. Город и область на пороге больших изменений предстоит масштабный ремонт трасс. Приоритеты власти готовы расставлять вместе с общественностью. В точке кипения заинтересованные лица сели за круглый столб, были даже активисты велодвижения и просто неравнодушные граждане. Марина Арманюк выслушала всех. Автомобильные дороги – одна из самых остро стоящих тем городского пространства. Меры для решения связанных с дорогами вопросов предпринимаются разные, в том числе подобные встречи с жителями города. На круглом столе обсуждались разные темы. Говорилось о передаче окружной в собственность области и о ее капитальном ремонте, о строительстве дорог в отдаленных районах Рязани, о содержании тротуаров и ямочном ремонте. У нас работают две бригады практически круглосуточно, которые выезжают по жалобам жителей и заделывают яму. Действительно проблема эта очень ощутимая, ям много. Если есть жалобы, жители могут набирать даже службу 112, моментально доводятся до дирекции благоустройства. Глава администрации Елена Сорокина в своей речи признала, что проблема с дорогами в городе действительно существует. Вместе с тем она отметила, что появилась эта проблема не сегодня. Над ее решением администрация работает вместе с правительством Рязанской области. В ходе беседы с общественностью мэр города обозначила необходимость диалога власти с людьми. Нам действительно важно ваше мнение. Нам действительно важен ваш совет, ваши подходы, которые вам кажутся главными. Проблема дорог существует сегодня в городе Рязани. Она существовала вчера и позавчера. Мы признаем эту проблему. Мы работаем над ее решением. Люди задавали различные вопросы, но все они так или иначе были связаны с развитием и реконструкцией дорожной сети города. Знаете, вопросов по дорогам многом. Хотелось бы много задать вопросов администрации и услышать от них позитив по дорогам, потому что частный сектор, сами знаете, у нас как-то получается на окраине чуть-чуть. И приходится очень часто вызывать дорожные службы и почистить, и яму залатать. Диалог власти и людей получился серьезным и конструктивным. Некоторых представителей общественности в ходе обсуждения пригласили в общественный совет. Ведь, по мнению главы города, привлечение представителей общественности к разным этапам ремонта и строительства дорог, начиная от проектирования до наблюдения во время производства работы приемки, позволит скорее достичь общей цели. Сделать так, чтобы в городе были хорошие дороги, удобные для всех участников дорожного движения. Информация о маньяке, якобы терроризирующем московский район Рязани, буквально взорвала соцсети. Нападение на женщин, их было два, носили явно сексуальный подтекст. И вот, по нашей информации, злоумышленник был пойман. И задержали его совсем юный парень с девушкой. Наша съемочная группа встретилась с героями. О том, что в Рязани объявился маньяк-эксгибиционист, информагентство и паблики в соцсетях заявляли осторожно. Вдруг ошибка. Сначала его видели возле школы номер 61, потом 60. Егор Абрамов и Татьяна Вашланова эти сообщения читали, поэтому, как только услышали крики, не раздумывая, бросились на помощь. Это случилось вечером 17 января возле 53-й школы московского района Рязани. По словам Егора, вначале они увидели голосячую женщину и убегающего во дворы мужчину. Шел гулял с Татьяной, около магнита уже шли домой и слышим, как кричит женщина около школы. Типа, помогите, на меня напали, маньяк. И получается, я сразу вижу, как они бегут через дорогу уже. Я отдаю пакет Тане и побежал сразу за ним. Он забежал во двор, там я его, получается, догнал, отдернул за куртку. Егору всего 16, но он профессионально занимается баскетболом, поэтому догнать убегающего, по его словам, особого труда не составило. Внешне задержанный подходил под описание в соцсетях. Тот ли это самый человек, должны были зафиксировать в полиции. Мы как раз в этот день все читали, и по описанию был похож. И мы почему-то подумали, что это тот сам, который был около других школ. Какое описание было? Черная куртка, шапка, только еще около других школ он был в маске. И какие-то джинсы, что ли. Несмотря на приезд, по словам Егора, большого количества силовиков, в полиции факт ареста нам не подтвердили, но и не опровергли. Возможно, потому, что слово «маньяк» у жителей Рязани может вызвать панику. Есть только сухая информация о том, что задержан молодой человек 97-го года рождения. Тот ли это самый, кого, по словам Егора, он остановил в подворотне, в МВД тоже не говорят. Не исключено, что проверяют на причастность к другим делам. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Ограничительные меры для посещения увеселительных заведений принято считать неудобствами. Но иногда запреты могут спасти чью-то жизнь, если их соблюдать. Не в нашем случае разгульное застолье в новогодние праздники в одном из рязанских кафе завершилось трагедией. Валерий Седов подробнее. Про это убийство не писали в соцсетях, не упоминали в криминальной хронике. Произошло оно в новогодней празднике 6 января. Московский район, одно из кафе. Двое мужчин познакомились и решили вместе выпить. Слово за слово, рюмка за рюмкой, между ними возникла ссора. И в разговоре решить проблему не получилось. Один из посетителей данного кафе, имевшимся при себе ножом, нанес колто-резанное ранение другому жителю города Рязани, находившемуся также в этом кафе. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месяц происшествия. Убийство произошло на глазах у посетителей кафе. Преступник попытался скрыться, однако его поймали очевидцы и удерживали мужчину до приезда полиции. В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и судебных экспертиз уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Задержанному предъявлено обвинение по статье 105, часть 1 – умышленного убийства. Теперь ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И еще одно убийство в Рязани получило приставку «Резонансная». Три года назад в центре города был убит предприниматель Александр Заварзин. И вот наступила та самая пресловутая неотвратимость наказания. Платить по счетам теперь будет и организатор преступления, деловой партнер коммерсанта, и исполнитель, которого экстрадировали с Польши по линии Интерпола. Обвинительное заключение утверждено. Его подробности у Анны Герцовской. Убийство рязанского бизнесмена Александра Заварзина произошло 12 февраля 2018 года, рядом с домом 10, корпус 3, расположенном на улице Синная. Там он проживал. Тогда нападавший нанес бизнесмену несколько ударов ножом. От полученных травм Заварзин скончался в одной из рязанских больниц. Изначально версий было много, от бытового конфликта до каких-то личных мотивов. По версии следствия, один из участников коммерческой организации в целях незаконного материального обогащения и освобождения от денежных долгов решил реорганизовать убийство своего компаньона, другого участника данной коммерческой организации. В качестве исполнителя данного преступления за вознаграждение в виде высокооплачиваемой должности привлечен гражданин страны ближнего зарубежья. В октябре 2018 года исполнитель преступления был задержан на территории Польши и в дальнейшем был выдан правоохранительным органом нашей страны. После утверждения обвинительного заключения, уголовное дело направлено в Рязанский областной суд для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение было утверждено в прокуратуре Рязанской области. 48-летний иностранный гражданин обвиняется по 105-й статье «Убийство по найму». Теперь ему грозит срок от 8 лет заключения до пожизненного. В то же время, в сентябре прошлого года материалы уголовного дела в отношении организатора преступления были направлены в суд. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Ее девиз – не сдаваться. Жительница Рязанской области Диана Халикова получила травму позвоночника в 7. В инвалидном кресле девушка провела 25 лет жизни. Сейчас у Дианы есть свой блог в интернете, и она завоевала множество наград на региональных и всероссийских конкурсах. О судьбе девушки расскажем далее. Жизнерадостную девушку на этом видео зовут Диана Халикова. Сейчас ей 32 года, 25 из них девушка провела в инвалидном кресле. История банальна – в 7 лет попала в ДТП, год провела в больнице. Вскоре ее маму лишили родительских прав, а Диану отправили в детдом. Но девушка не опустила руки, писала стихи, позже завела блог. При том, как в текстовом, так и в видеоформате. Диана рассказывает как о себе, так и о проблемах, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью. И блог давно сошел со страниц интернета в реальную жизнь. Вместе с психологом Диана ведет проект «От сердца к сердцу». Рассказываю, естественно, про людей с инвалидностью, как к ним правильно относиться. Бояться, не бояться, дружить, не дружить. Конечно, дружить, да. Но к каждому возрасту подбираю какие-то свои ключики, какие-то свои моменты, чтобы увлечь. Допустим, проводила для первоклассников, это был интерактив. Ну, например, я им говорила, ну-ка, закройте все глазки. И они закрывали. Я говорю, вот представьте, если человек совсем не видит, он примерно так все ощущает постоянно. Диана работает СММщиком в московской фирме. В свободное время пишет стихи. Уже издано три сборника. В своем блоге она зачитывает отрывки из них или исполняет песни. Иногда участником ее трансляции становится дочка Мадина. Их эфиры полны радости и добра. Однако, как и все люди, Диана порой и плачет, и расстраивается. Иногда действительно руки начинают опускать. Но потом ты смотришь, ну, что будет, если вот все, да, сдаться, ничего не делать, сесть и смотреть сериалы 24 на 7. Ну, ничего же не будет. А движение – это жизнь. Когда я двигаюсь, когда я работаю, занимаюсь своим ребенком, общаюсь с своим мужем, делаю какие-то проекты, пишу стихи, да, это моя жизнь. Жизнь этим наполняется. Диана – лауреат многих премий. За один только 2020-й она получила «Доброволец-2020», «Филантроп». Заняла первое место в конкурсе «Красота без границ». И это только часть всех номинаций. В этом году Диана твердо намерена закрепить свою жизненную кредо. Продолжать участвовать в разных проектах, работать со школьниками и помогать людям. Ведь, как она написала в своем стихотворении под названием «Каждый миг – это шанс» – «Ты всего лишь песчинка, но что без тебя пустыня». Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». А эта новость для всех любителей лыжного спорта. Лыжня России состоится. Пройдет она 13 февраля. Управление по физической культуре и массовому спорту приглашает рязанцев на главный старт, который будет дан в 12.00 на лыжной трассе биатлонового комплекса «Алмаз». Регистрация начнется 10 февраля, но можно будет внести свое имя в списки и непосредственно на месте старта. Заранее, разумеется. Важный нюанс. Помимо стандартного набора документов, необходимо будет принести полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, а также, внимание, медицинский допуск, то есть результат анализа на COVID-19 с результатами не ранее трех календарных дней. Участники гонки смогут также пройти тестирование норматива ГТО по виду лыжной гонки. Доставка участников соревнований из Рязани к месту центрального старта будет автобусами с площади Театральная с 9 до 11 часов. Всех участников ждет сувенирная продукция. Шапочка, нагрудный номер или номер Майка. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok